Дмитрий Герасименко Дмитрий Герасименко, бывший игрок Суперлиги, вернулся в стан своей команды. Это большой итог развития моей карьеры. Я хочу забить несколько очков в ЦСКА. ЦСКА, держитесь! Многолетний чемпион и дерзкий дебютант. Давид и Голиаф. Защита и нападение. Можно придумать много вариантов афишек к противостоянию ЦСКА и Красного Октября. Но кто поверит, что интрига и правда существует? Красный Октябрь продолжает доказывать, мечты сбываются. Из грязи в князи, без оглядки по сторонам. Команда, собранная по принципу «с миру по нитке», вновь забыла про защиту, но при этом смогла перестрелять фаворита в первой половине, доставить немало хлопот хваленной армейской обороне и капитулировать лишь в концовке. Эффектность Октября не всегда трансформируется в эффективность. Но на этот раз гости действительно заслужили аплодисменты. ЦСКА побеждает, Красный Октябрь продолжает делать ставку на победу в хит-парадах. А Дмитрий Герасименко провел на паркете небольшой отрезок перед большим перерывом, когда судьба матча все еще висела в воздухе и кольцу не угрожал. Правда, нарушил правила. Три минуты на паркете, один фолл, показатель плюс три по системе плюс-минус и лучший показатель в команде. Ну, я думаю, что у нас были хорошие моменты сегодня. Нам не хватило немножко командной общей защиты, потому что мы очень сильно отрабатывали фастбрейк, ЦСКА, смотрели, как они бегут быстрый прорыв. Но немножко не хватило, может быть, сил, может быть, ротации в составе. Очень хорошее стремление. Я думаю, что сама идея даже немножко экстремальная. Но если бы в каждой команде, участвующей в ВТБ, был президент, который мог выйти на площадку и понимал, что происходит во время матча, это было бы только на пользу баскетболу и развитию баскетбола. А конкретно по Герасименко, конечно, жаль, что не удалось сегодня мне сыграть. И с другой стороны, я посмотрел, как он играет. И надеюсь, что у нас будет шанс увидеться в Волгограде вдвоем на паркете. Команда у них хорошая. Первый сезон, команда играет от нападения. Для нас была тяжелая игра, но после поражения с Фенербахчей тяжело ушла первая половина. Но раз, что во второй половине нашли способ, стали играть больше в защите и смогли от них оторваться и завершить игру на победной ноте. Мы начали здорово. Всю первую половину играли в командный баскетбол. А после большого перерыва нам не хватило самоотдачи. Иногда создавалось ощущение, что из раздевалки вышли совершенно другие игроки. Что касается ЦСКА, это отличная команда, и мы знали, что они будут биться до конца. Сегодня они оказались сильнее. Почему не отдали пас Герасименко? Так игра шла очко в очко. Надеюсь, президент еще появится на площадке, и мы с партнерами создадим ему возможность для броска.